Тотальная ликвидация государственной лабораторной службы. Эксперты московской компании Мединвестгруп предлагают оставить на 32 сельских района и город-миллионник один диагностический центр в Омске и его филиал в Таре, куда будут свозительные исследования и анализы со всей области. Расчет простой. Гораздо дешевле оснастить самым современным и качественным оборудованием одну большую лабораторию и обеспечить ее высококвалифицированными кадрами, чем много маленьких. Тем более, что платить за все будет не бюджет, а частный инвестор. Согласно расчетам экспертов компании Мединвестгруп, большинство нынешних омских лабораторий не соответствуют требованиям СанПИНА. Износ оборудования составляет от 60 до 100%, а используемые в большинстве лабораторий морально устаревшие ручные методики не обеспечивают необходимого качества исследований. Спектр выполняемых исследований ограничен и не позволяет обеспечить потребности современного здравоохранения, а также выполнения задач в рамках национального проекта здравоохранения. Низкая степень оснащенности и высокая степень износа основного оборудования лабораторий и медицинских учреждений потребуют в ближайшее время значительных бюджетных затрат. Предлагаемая централизованная система вполне успешно действует в Москве и Санкт-Петербурге. Правда, там диагностический центр есть в каждом городском округе. В Омской области протяженность которой тысячи километров. Оперативная доставка анализов вряд ли возможна. Но согласно расчетам разработчиков, курьеру для того, чтобы выехав из Тары, забрать анализы в Усть-Ишиме, затем в Тевризе, заскочить в Знаменское и вернуться снова в Тару, достаточно всего семь часов. Возникают сомнения. Сами разработчики видели дороги Омского Севера, особенно в период осенней распутицы или весеннего паводка. Но деньги решают, если не все, то очень многое. Один из главных результатов оптимизации, согласно расчетов московской компании, экономия бюджетных денег – 112 миллионов рублей в год. Взамен – ликвидация 85 существующих государственных лабораторий и полторы тысячи сотрудников, оказавшихся под угрозой сокращения. Впрочем, в Омском Минздраве уверяют – пациенты однозначно выиграют от модернизации системы. Что касается персонала, то в ведомство официальных запросов от сотрудников лаборатории не поступало. Медики, безусловно, обеспокоены своим будущим. Однако информация была доведена до главных врачей учреждений. В ближайшее время будет проведена встреча с сотрудниками лаборатории, в ходе которых будут даны самые подробные разъяснения о сложившейся ситуации. Специалисты лаборатории при желании смогут переобучиться и будут трудоустроены. При крупных медицинских центрах и районных больницах предлагается сохранить часть экспресс-лабораторий для неотложной помощи. Например, в областной клинической больнице из действующих пяти лабораторных служб поставят три. Медики, уже подписавшиеся под петиции, сомневаются, что замена сети государственных лабораторий единственным на весь регион диагностическим центром повысит качество медуслуг для населения. Врачи уже направили открытое письмо губернатору Александру Буркову, в котором отмечают, что целью любой коммерческой компании является получение прибыли, тогда как цель существующей лабораторной медицины Омской области – охрана здоровья жителей региона. К тому же экономия бюджетных средств, которых удастся достичь после оптимизации, по крайней мере, согласно расчетам экспертов Мединвестгрупп, под большим вопросом. Затраты денежных средств региона из территориального фонда обязательного медицинского страхования на выполнение данных видов лабораторных исследований будут увеличены на 24% по сравнению с текущими. Учитывая, что в планируемой новой централизованной лаборатории будет установлено иностранное оборудование с закрытыми системами исключительно импортных реагентов, тотальный перевод рынка лабораторных услуг на зарубежных производителей, особенно в части биохимических тестов, противоречит концепции импортозамещения, принятой в нашей стране. В распоряжении редакции нашей телекомпании оказалась служебная записка за подписью заместителя департамента Омского Минздрава, в которой независимые эксперты дают оценку плана оптимизации Омской лабораторной службы специалистами Мединвестгрупп, сокращенно МИК. Прежде всего, данные, положенные в основу расчетов МИК, искажены. Количество лабораторных тестов в год занижено, причем в несколько раз, вместо 28 миллионов. По данным МИК, более 66 миллионов. Далее независимые эксперты указывают, что и стоимость лабораторных исследований, которые московская компания закладывает в расчеты по ряду позиций, выше себестоимости исследований, которые сейчас выполняются омскими лабораториями. А номенклатура исследований, предлагаемых московской компанией, является усеченной. Эксперты делают вывод. Если представленный Мединвестгрупп проект оптимизации будет реализован, в Омске перестанут проводить ряд анализов, основанных на эксклюзивных разработках. В том числе это затронет беременных и новорожденных. Данные Мединвестгрупп не соответствуют действительности и первичной документации по многим пунктам. Неправильный тотальный учет приводит к искаженным расчетам. Обеспечение реагентики и расходных материалов для перечисляемых приборов потребует значительных трат и будет напрямую зависеть от курса валют. В представленном проекте практически ликвидируется государственная лабораторная служба. Омская область далеко не первый регион, попавший под модернизацию системы лабораторной службы. Впрочем, история здравоохранения Пермской области оптимизма не добавляет. Радикальная централизация не оправдала надежд ни на экономию бюджетных денег, ни на повышение качества медицинских услуг для населения. Расходы на реагенты, транспортные расходы и даже пробирки оказались дороже, чем планировалось. Между тем, законностью оптимизации медицинских лабораторий в Омске уже заинтересовалась прокуратура. Поводом к проверке послужила информация о сокращении полутора тысяч сотрудников, пока еще работающих в омских лабораториях. В ходе проверки прокуроры оценят соблюдение трудовых прав работников медицинских учреждений региона.